Приветствую вас, уважаемые читатели и зрители интернет-ресурса megazor.com, а также подписчики нашего канала. Сегодня мы представим стабилизатор напряжения от компании Defender. Это модель AWR Premium 1000i. Стабилизаторы вообще у нас в лаборатории встречаются не так часто, но мы решили исправить это небольшое упущение. То есть устройство реально важное и самое главное оно доступное по цене. Стоит оно всего в районе 1100 рублей. Оно призвано выравнивать выходное напряжение при любом входящем и также отключать питание приборов плавно при аварийных параметрах в сети бытовой. Данное устройство будет полезно тем, у кого в сети бывают сбои. Если сеть работает не совсем идеально, то есть практически будет полезно в каждом доме и квартире. Подключать можно, как видно, здесь и холодильник бытовой приборы, и самое главное компьютер, ноутбуки и любые приборы. Я использовал данный стабилизатор Defender AWR 1000i где-то в течение трёх месяцев. Мне он очень понравился. То есть я в первоначале подключал только к нему тестовый стенд, и позже уже второй компьютер, и заряжался с него телефон. Очень удобно. Всё работает чётко и без перегрузок. Поставляется он на такой вот коробке. Здесь размещена фотография, краткие характеристики, аннотация по работе светодиодов. Здесь написано 4 розетки с заземлением. Ну да, здесь действительно 4. И защита от напряжения, защита от помех и их характеристики. Посмотрим на само устройство. В комплекте, кстати, кроме самого стабилизатора ничего нет, кроме коробки. То есть он идёт в такой вот коробке. И сейчас посмотрим на сам стабилизатор. Это, кстати, второе перевоплощение данной серии. То есть раньше уже были подобные стабилизаторы. Они были поменьше по размеру и в более простом корпусе. Сейчас корпус стал... То есть обновлению для корпуса пришлось кстати. Стал он немножко аккуратней. Выглядит отлично. Несмотря на то, что этот прибор этот специфический. Сверху имеются 4 розетки с заземлением. Это евророзетки. Имеется блок. Здесь отводится тепло от трансформатора. И впереди светодиодная часть с аннотациями. Я о них сейчас расскажу попозже. Логотип производителей. На обратной стороне... Камель, питание и кнопка включения. Давайте попробуем. Включим стабилизатор. Так, я его подключил. И у нас загорается светодиода. То есть здесь в нормальном состоянии он горит зеленым цветом. Это у нас идет регуляция вольтажа на выходе. То есть сейчас у меня подключен он к розетке. То есть он фактически улучшает. Мы сейчас посравним на входе и выходе наглядно. То есть эти цвета у нас меняются. Во время работы при скачках напряжения есть небольшие щелчки. В любых других случаях данное устройство работает весьма тихо. То есть мы сюда подключаем все приборы. Подключаем стабилизатор в розетку. И получаем защиту всей бытовой техники, подключенной сюда. То есть вполне очень простой устройство. Всего 1000 рублей. То есть за сохранность своего высокочувствительного оборудования бытового. То есть вполне можно быть спокойным. Намного лучше, чем сетевые фильтры. И по цене от реально качественных фильтров отличается не сильно. У данного стабилизатора максимальная мощность 500 Вт. Есть младшая модель. Там половину поменьше. Минимальное напряжение, при котором он работает, 160 Вольт. Максимально где-то в районе 240 Вольт. То есть мы в таблице, в самом тесте вы можете посмотреть по ссылке в описании. Сам принцип работы. То есть график изменения напряжения. Давайте попробуем подключить его наглядно. Так, у нас имеется розетка. Я отключаю набережный и подключаю прибор. То есть у нас 193 Вольт. Вы сейчас можете это видеть. Вот, включаю прибор. Вот сюда. У нас прибор электрический, то есть намного точнее, чем график. И самое главное, что мы можем посмотреть наглядно. Так, мы отключаем. И давайте выведем у нас напряжение. 220 Вольт. То есть 193 Вольт у нас данный стабилизатор поднял до оптимальных 220 Вольт. То есть я продемонстрировал конкретно принцип работы данного стабилизатора. То есть во время работы он будет и понижать, когда у нас повышение по линии. И, то есть как вы можете видеть, повышать. То есть здесь более-менее держится на стабильном уровне. Более конкретный график можно посмотреть в тестах. В плане эффективности очень хорошо себя продемонстрировал данный стабилизатор. И вот как удачно получилось, у нас немножко просела сеть. Наши же таблицы мы проводили в лабораторию. Ну что, в завершение давайте посмотрим, что у нас внутри. И разберем корпус данного стабилизатора. Корпус выполнен из серого пластика. Я сейчас разбираю его. Но вам, если вы не специалист по электрике, не рекомендую разбирать стабилизатор. Стабилизатор это все-таки опасно для жизни. И делаться это нужно обязательно, естественно, в отключенном состоянии. Я просто демонстрирую его начинку. То есть, посмотрим. Основа стабилизатора это блок трансформатора. Здесь вот у нас он достаточно большой. Все провода уложены аккуратно. Припоя нет проблем с кабелями. Никаких лишних элементов. И имеется плата для фильтрации помех. У нас блок имеется сам. Блок розеток. То есть, все очень аккуратно. Все аккуратно сложено. То есть, в этом плане никаких нареканий нет. Собственно, все. Я постарался продемонстрировать вам принцип. Более конкретные данные можем посмотреть в статье. С удовольствием отвечу на ваши вопросы в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересных обзоров. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok